Наш район богат именами известных людей, добившихся высоких результатов, больших достижений в спорте, на сцене и так далее. Одним из них является Айдамир Берзеков, уроженец Аллы Герухай, проживающий в городе Майкопе. Некоторые спросят, чего он добился. Добился немалого. Вот уже 10 лет Айдамир занимается нетрадиционным, но тем не менее популярным среди молодежи видом спорта под названием дрэг-рейсинг. Представители мужского пола несомненно знают, о чем идет речь. Эта гонка, являющаяся спринтерским заездом на дистанцию в 402 метра, самый популярный вид соревнований среди любителей скорости. По сути, дрэг-рейсинг – это ускорение автомобиля на прямом участке дороги до отметки в 402 метра. Так вот, Айдамиру Берзекову на турбированной восьмерке в этом нет равных. На днях наша съемочная группа встретилась с ним и узнала, как говорится из первых уст, все о его начинаниях и достижениях. Быструю езду все любят. Просто разные варианты есть. Вот такой вид соревнований, который дрэг-рейсинг называется. Где не надо ни повороты проходить никакие, просто по прямой, 402 метра стал, и кто пересек, тот победил. Кто финиш первый переехал. Такие соревнования есть официальные. Проводятся у нас, допустим, они в Краснодаре на специальном, на специальном ипподром, называется турбодром, короче, он называется «Белая стрела». Вот. Сначала и в Краснодаре просто перегораживали дорогу, именно с полицейскими там, как положено, администрация города. Официально все проводили, огораживали все. Пока строили этот ипподром, а потом построили и все, теперь чисто только на нем проводят соревнования. По его словам, в дрэг-рейсинге все меряется по секундам. Чем ты быстрее, тем лучше. Соответственно, завоевываешь призовые места. Результаты. Там меряется все по секундам. Поэтому, как бы, моя машина преодолевает 400 метров за самое лучшее время, 11,2 секунды. Это, как бы, для советской машины очень хороший результат. Там всего несколько машин в России есть, которые могут ехать там на какие-то десятые быстрее. Там всего 2-3 и все. Первых мест очень много занял по краю, по Краснодарскому. В Воронеж один раз ездил за 950 километров. Там третье место взял в Воронеже. Родители Айдамира рады всем его достижениям. И во всем он находит у них поддержку. В планах на будущее у него поменять машину и добиться лучших результатов. Планы на будущее. Все хочу. Как бы машину за 10 лет не поменял для этого вида спорта. Как бы она была, так и она осталась именно восьмерка. Просто улучшаю все время. И хочется в дрэговом варианте сказать, в этих соревнованиях, как говорят, из 11 секунд выйти. Это будет очень хороший результат. Мы поинтересовались у Айдамира, какая медаль и какой кубок дороже всех. На что он ответил. Все они мне одинаково дороги и ценные. Но все-таки есть один самый первый кубок, завоеванный в 2007 году в городе Краснодаре на первом этапе дрэг-рейсинга. Вот это самый мой первый кубок из всех этих, которые получил в Краснодаре. Нам было любопытно узнать, чем же уникальна эта машина. Айдамир открыл капот и с воодушевлением рассказал, каким изменениям подверглась обычная серийная восьмерка. Оказалось, что благодаря переделкам двигатель этой машины развивает мощность до 600 лошадиных сил. Мы коснулись вопроса об увлечении молодежи несанкционированными гонками, которые проводятся на обычных дорогах и, что самое опасное, в черте населенных пунктов. На вопрос о том, как уйти от подобных нарушений, Айдамир высказал свое мнение. Если у нас в Адгее где-нибудь, пускай даже не в Майкопе, где-нибудь найдут место и кто-то найдется, кто-то построит трек для гонок, допустим, простой какой-нибудь, не прям, конкретно профессиональный. Если у нас есть небольшой участок прямой, допустим, для соревнований по прямой, метров 800 максимум, и потом пускай кольцом завершится, допустим, любым, то чуть-чуть это место облагородить, если там будет дорога асфальтированная и какая-то площадка просто и огорожена будет. Какие-то там правила создать, правила, как можно там участвовать, какие соревнования проводить. Вся молодежь, что по городу ездит, носится, по ночам носится, гонки устраивает. Ну, почти все, процентов, наверное, 70, все будут теперь, ну, если это сделают, они будут там адреналин свой выбрасывать, вот, который они сейчас по улицам города выбрасывают, там, иногда аварии происходят. В городе намного меньше станет гонщиков этих ночных. Этот вид спорта становится все более популярным. Несомненно, что ответственным людям придется задуматься над подобным предложением.